Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги «Судей» или «Вождей», как я назвал ее в своем переводе, мы прочитаем ее до библейского портала «Экзегет». Но вот эта глава, она продолжает завершающую часть книги, которую можно назвать «Безобразие». Вот почему так? Книга про вождей или «Судей», как их называют старые переводы, это герои, это книга героев, которые ведут свой народ на борьбу с иноземными захватчиками, которые помогают Израилю свергнуть иго разных других народов, там Мадеонитян, Аманитян, Мавитян. А в завершении книги героев история всяких безобразий. На самом деле, вот 18 глава и следующая, 19, 20, 21, я бы их выкинул, да и предшествующую 17-ю тоже из этой книги, если бы я ее редактировал. Но это очень важная часть этой книги, она показывает, есть верхний уровень, а есть вот болото. И это ровно то самое болото. В те дни не было царя в Израиле. Собственно, с этого начинается 18 глава. Этот рефрен в заключительной части книги повторяется несколько раз. В этом и смысл, может быть, этих глав, чтобы показать, как люди живут, когда у них нет централизованного государства, когда каждый живет так, как он считает правильным. В те дни племя Дановы искало себе удел, где бы ему поселиться, потому что вплоть до того дня так и не досталось ему удела, как у других племен Израилевых. Интересно, в принципе, у Дана была своя территория, относительно недалеко от моря, но, очевидно, не удалось ее завоевать, заселить, как-то она оказалась неудобной, и они все продолжают переходить. Может быть, эта территория оставалась чисто теоретически Дановой. Люди из племени Данова послали из Цуры и Штаула пятерых мужей из числа своих родич и могучих воинов, чтобы они разведали и исследовали страну. Им сказали, ступайте, исследуйте страну. Они пришли на Ефремово-Нагорье в дом Михи и заночевали там. Ну, вот здесь, кто давно читал 17-ю главу, нуждается в некоторых напоминаниях. В 17-й главе у нас этот самый Миха, который живет в Ефремово-Нагорье, сделал себе литой истукан и посвятил левитов священники, то есть вот такое нормальное для всех остальных окрестных народов богопочитание, когда, в общем, каждый домохозяин сам себе архиерей и ставит кого хочет у себя на такую священническую должность. И здорово. Чего? У меня есть священник, говорит Миха. А эти люди из племени Дана проходят мимо и говорят, ой, есть священник. Ну, это тоже полезный ресурс. Не только земляну и какое-то вот такое священное действие, необходимое этому племени. Там, в доме, они распознали в юноше левита по его речи. Судя по всему, у разных племен были свои акценты. Вот мы читали как раз историю про то, как заставляли жители одного из, или члены одного из колен племен произносить всех переправлявшихся через Ордан слово «шибболет», «колос», и ефремлине не могли произнести иначе, как «сибболет». Да, вот, очевидно, у левитов тоже был какой-то свой акцент. Левиты – это колено или племя, которое было призвано для священного действия, но это еще и просто одна из частей израильского народа. Распознали в юноше левиты по его речи, подошли к нему и спросили, кто привел тебя сюда, что ты сделаешь тут, к чему ты тут? Он рассказал им, что сделал для него миха, как нанял его, как сделал себя священником. Они попросили его, узнаю Бога, будет ли успешен путь наш, в который мы отправляемся. Священник ответил им, идите с миром, путь ваш, муж, который вы отправились, угоден Господу. Вот, вроде бы, благочестивые люди хотят все это знать. Те пятеро мужей отправились дальше и пошли в Лаиш, один из городов на крайнем севере Ханаана. Они увидели, что жители этого города живут беспечно, как водится у седонин, в покое и беспечности. Седонин, собственно, финикийцы. Седон – один из финикийских городов, и, очевидно, Лаиш относился как раз к Седонской области. Некому было их притеснять в том краю, и никто над ними не властвовал. От седонин они были далеко, ни с кем другим они не имели дела. То есть еще и мало того, что колония, так удаленная колония. Даже с митрополией особенно нет связи. Когда пятеро возвратились к своим братьям в ЦРУ, и из штаба у тебя спросили их, так что у вас? Те ответили, выступим и нападем на них. Мы видели тот край, он очень хороший. А вы медлите, отправляйтесь сто часа, обладейте этим краем. Когда вы выступите, то нападете на беспечный народ. Тот край просторен, и Бог придаст его в наши руки. Что только не бывает на земле, ни в чем не знает тот край недостачи. И вроде бы та же самая история, что в книге Иисуса Новина, завоевание Ханаана. Но обратим внимание, что никакого божественного измерения здесь нет. Они спрашивают у левита, удастся ли им свою цель достичь. Но это не попытка исполнить волю Божию, как было в тех случаях, когда под руководством Иисуса Новина израильтяне завоевывали Ханаан. Это просто бандитский налет. Да, они застают врасплох жителей этого мирного города для того, чтобы забрать себе их землю. Оттуда из ЦРУ выступило из племени Данова 600 человек, опоясанных воинским оружием. Они стали лагерем в Кириат-Яриме в Удее. И то место как раз подлик Кириат-Ярима по всю породу называется Дановым Станом. Оттуда они отправились на Ефремово-Нагорье и дошли до дома Михи. Тогда пятеро мужей, которые ходили прежде на разведку в Лаишеский край, сказали своим братьям, знаете, в этих постройках есть эфот, идолы, священное изображение и летая статуя. Теперь решайте, как поступить. Ценные ресурсы, да, вот город, земля, территория, священное изображение, эфот, нечто богослужебное, иногда так называются одежды, иногда может быть некоторый не очень нам ясный и священный предмет, который для богослужения необходим. Пятеро свернули туда, зашли к молодому левиту в дом Михи, приветствовали его, а 600 человек из племени Данова, опоясанных воинским оружием, стояли у входа в ворота. Хорошие такие переговоры, 600 молодцов с оружием стоят, а тут пятеро, значит, собеседуют. И пятеро, ходивших на разведку, в тот край взяли изображение, и фото идолов, и статую, не говоря ни слова. Священник же стоял у ворот подле 600 человек, опоясанных воинским оружием. И когда пятеро вошли в дом Михи и взяли изображение, и фото идолов, и статую, священник спросил их, что вы делаете? Они ответили, молчи, не раскрывая рта, вступай лучше с нами, будь нам отцом и священником. Что лучше для тебя, быть священником в доме одного человека или быть священником для целого племени, для израильского рода? Священник с радостью взял и фото, и идолов, и изображение, и отправился с ними. То есть, ни чья собственность, ни какие договоренности у них, никого это не интересует. Вот люди устраивают свою жизнь с Богом по принципу, мы хотим, чтобы у нас все свое было. Поэтому пойдем, заберем и предметы, и статуи, в общем-то, то, что запрещено напрямую Моисеевым законом, и левита захватим. И, в общем, когда 600 человек тебе говорят, давай, пошли лучше с нами, ну, есть причина внимательно отнестись к этому деловому предложению. Так они снова выступили в путь, отправив в первых рядах детей скот и обоз. Опять-таки, интересная подробность, отправив в первых рядах. Обычно все-таки детей скот и обоз, ну, понятно, что дети, в общем, на уровне скота, в этих людей идут. Это обычно самое слабое, поэтому скорее идет где-то в середине, чтобы в случае чего можно было защитить. Они почему-то отправляют впереди, может быть, может быть, для того, чтобы, если грозит какая-то опасность, ну, ладно, потеряют они детей скот и обоз, новых нарожают. Не знаю. Странная деталь. Когда они отошли от дома Михи, люди, жившие по соседству с Михой, приготовились к бою и погнали за людьми племени Данова. Они кричали вслед Данову отряду, так что тебя обернулись и спросили Миху, что тебе, зачем ты кричишь? Местным населением же хочется тоже сохранить в себя это священное все. Он ответил, вы унесли моего Бога, которого я сам сделал, и увели моего священника. Чего же больше? И после этого вы спрашиваете меня, что тебе? Вы унесли моего Бога. Вот отлично сформулирована разница между язычеством и единобожием. Есть у меня Бог, сам я его сделал, мой личный Бог, а тут какие-то бандиты пришли, забрали у меня его, и все, я сиротек без него. Вот позиция нормального язычника. Но он израильтянин. Он даже не говорит, что я отказался там от Господа, я сделал себе Господа. Вот как легко язычество становится составным элементом единобожия. Люди из данного племени, они ничуть не лучше, ответили ему, лучше бы не слышать нам твоего голоса, они-то найдутся такие, что разъярятся и нападут на себя, погубят тебя и твой дом. Так что данный отряд отправился дальше, а Миха видит, что они сильнее его повернули обратно и пошел домой. Ну, конкретно ребята объяснили. Так они взяли изделия Михи и священника, который у него был напали, на Лаиш с его тихими и беспечными обитателями. Я уже начинаю им сочувствовать. Хотя вроде формальные язычники тут именно они. Они перебили их мечом, а город сожгли им. Некому было прийти Лаишу на помощь, потому что от Сидона он был далеко, ни с кем другим он не имел дела. Он находился в долине Бет-Рехов. Дановое племя отстроило город заново и заселило его. Город они назвали Дан по имени своего прародителя Дана. Ну, кстати, этот город до сих пор есть на земле Израиля. Раскопки там ведутся. Своего прародителя Дана, который родился у Израиля, прежде он назывался Лаиш. Данного племя установило там взятые у Михи священные изображения. А священниками в данном племени были Еханатан, сын Гершома и внук Моносии. Его потомки вплоть до тех пор, пока жители того края не отправились в изгнание при Ассирийцах. Вот уже дальняя перспектива. То есть текст написан после 720 года, когда Северное Царство, Израильское Царство, было разрушено Ассирийцами. И, в общем-то, по этой истории мы прекрасно понимаем, что, ребята, вы этого заслужили. Может быть, не лично те, кто в VIII веке, это спустя несколько столетий, отправились в изгнание. Но вы так себя вели, и с вами так себя повели. Данного племя установило у себя изображение, которое сделал Миха, и так продолжалось все то время, пока храм Божий был в шило. Вот альтернативное место поклонения. И с точки зрения действительно строгого монотеизма история XVIII главы скандальная. Она скандальная в том отношении, что вместо единого богопочитания все размазывается, нет царя, каждый творит, что хочет. И, соответственно, какая-то часть израильтян просто устанавливает у себя языческие культы. Языческие культы всегда сравнивались с пророками, с блудом. И об этом будет следующая, 19-я глава.